Комплексную транспортную систему Нижнего Новгорода обсуждают в расширенном составе. За круглым столом руководители транспортных предприятий, городской администрации, надзорных органов и антимонопольные службы. Два года разработки, а программа пока лишь на слайдах. Звучат разные аргументы, почему время перемен именно сейчас. Невозможно с таким количеством перевозчиков, большая часть из которых воспринимаемых, Вот я вам со всей ответственность говорю, это как хобби, для многих это как хобби. Так мы двигаться дальше просто не сможем. Просто попробуйте, когда он не звонится. В любой день, я не говорю про выходные, два, три, четыре перевозчика. Председатель ассоциации частных перевозчиков приводит примеры других городов. В Москве восемь частных компаний, в Питере всего три, зато у нас 28. Теперь понятно, почему согласия между товарищами не наблюдается. Раскулачивать безответственных и отдать автобусные маршруты профессионалам, самый простой выход, но это за рамками закона. Слово берет руководитель регионального управления ФАС Михаил Теодорович. Он предлагает ужесточить правила игры на рынке перевозок. Возможно заключение доп. соглашений контрактом, который уже действует. Доп. соглашение в интересах публичных интересов, таких как безопасность. Ну, например, водитель не выполняет правила дорожного движения, или пьяный, или бесправ. Два факта, и компания снимается с маршрута. И пусть они сами разбираются своими кадрами. Включается пресловутая король сель, которая выводит деньги в НАУ, приводит к неуплате налогов. То же самое. Задача остается прежней. Сделать рынок транспортных перевозок. А. Удобным. Б. Прозрачным. Сегодняшнее положение вещей не устраивает никого. Ни перевозчиков, ни городскую администрацию. Удобство зависит от ряда причин. В том числе и от дорог, которые, увы, слишком узкие. И пока даже мечтать не приходится о выделенной полосе для автобусов и маршруток. Их можно организовать только на двух проспектах. Ленина и Гагарина. Другая проблема решается куда проще. Введением безналичного расчета на линиях. Сегодня город не справится с транспортной работой без частных перевозчиков. Другой разговор, что мы предлагаем сегодня частным перевозчикам работать цивилизованно. Сегодня мы говорим об объемах собранных частных перевозчиков налогов в Нижнем Новгороде. То эти объемы просто несоизмеримы с теми налогами, которые платят муниципальные предприятия в разы. В десятки раз. Так быть не должно. Масло в огонь подливают у представителей ГИБДД. Согласно их статистике, за 9 месяцев водители автобусов вместе нарушили 8 тысяч раз. И тут все хороши и водители Нижегород-пассажир автотранса и частных компаний. Поэтому работы предстоит очень много. Ориентировочный старт реализации комплексной транспортной схемы. Первый и второй квартал 2017 года. Юлия Короткова, Антон Ганин, Олег Климен. Объективно. ННТВ.